Значит, давайте я расскажу такой сюжет. Это первый мой, можно сказать, дата-проект, когда я только начал преподавать этот курс, вести этот курс, и, собственно говоря, сам в самом начале стал разбираться с Pandas и со всем таким прочим. У меня была такая история, что я, значит, это было, ну, кажется, примерно в это же время у меня с моим папой произошел такой разговор. Он сказал фразу типа, ну, вот, март холодный, значит, апрель будет теплый. Я как-то удивился такому предположению. Он говорит, ну, как, средняя температура должна быть примерно постоянной, ну, значит, если один месяц холодный, то, наверное, другой год должен быть теплый, чтобы это скомпенсировать. Я подумал, что утверждение интересное, его можно проверить. Проверить, а просто взять статистику за какой-то промежутый времени и посмотреть, правда ли, что наблюдается такая зависимость. И дальше я пошел искать информацию. Все, и, значит, я нашел, давайте я сейчас открою ссылочку, где-то у меня была давно уже. Интересно. Ну-ка попробуйте, у вас тоже не открывается этот сайт? Тоже нет, к сожалению. Да ничего, я забыкапил. Ну, собственно говоря, я вот тогда забыкапил, потому что, ну, то есть, это был какой-то сайт, на котором есть историческая информация про погоду. И там можно было смотреть на разные города, но проблема в том, что когда мы всем курсом туда попробовали зайти, он упал под нагрузкой. Видимо, там 20 запросов одновременно была слишком большая нагрузка. Поэтому я на всякий случай забыкапил, и, как видите, это казалось, что это полезно. Значит, вот такая вот табличка. Ну, на самом деле, это не единственный источник данных про погоду. Просто я думаю, что можно найти эти данные в гораздо более приятном формате. Ну, а тут, скорее, будет полезно просто повозиться немножко с данными именно в таком не очень хорошем формате, потому что часто данные именно так и выглядят. Ну, и, собственно говоря, здесь видно, что тут какая-то табличка. Она частично не заполнена. Она ведь, как бы, заполнение начинается не сразу. И здесь есть столбцы с максимальной, минимальной, средней температурой. И Precip – это Precipation – насадки. Что это за таинственные столбцы Q и D, я, честно говоря, не знаю. Интересно, что максимальная температура появляется тоже не сразу. Но, по крайней мере, тут довольно много данных за каждый день с каких-то 50-х годов и до 2006 года. И, в общем, можно попробовать эти данные использовать. Ну, и давайте попробуем заодно, немножко с этими данными повозимся. Это может быть полезно. И первая вещь, которая… первая задача, которую мы должны решить, это нам нужно как-то вот эту вот табличку. Это просто веб-страница. Это не Excel, не CSV, просто веб-страница. Мы хотим как-то ее превратить в Pandas'овский DataFrame. Ну, и вот давайте мы это сделаем. Значит, в Pandas есть функция read.html, которую можно скормить на вход просто адрес HTML-странички. И дальше она выдаст… ну, давайте посмотрим, что именно она выдаст. Мы не сможем работать с этой таблицей, да? Сможем. Каким-то образом? Ну, вот я говорю, мы в смысле ученики. Сейчас я вам пришлю ссылочку. Вот она. Давайте посмотрим, что нам вернулось. Значит, видно, что результат вот этого read.html. Как вы думаете, кто… что является результатом? Что вернуло вот эту функцию read.html? Вот я пытаюсь посмотреть на это. Значит, какого типа данные вернулись? Может, какой-то текст просто? Ну, нет, не совсем. А, вот он пишет в конце, что там он видит строчки и колонки. Да. Но видно, что то, что отображается, это не похоже на DataFrame, не похоже на то, как обычно в Юпитере отображаются DataFrame. А почему? Ну, на самом деле, можно просто посмотреть. Можно было бы догадаться, даже потому, что написано, кто-то догадался. Object. Ну, Object – это может быть детайп какого-то конкретного столбца. А что такое Data? Давайте просто посмотрим на тип этой переменной. Это просто список. Ну, на самом деле, неудивительно, потому что на HTML-странице может быть несколько таблиц. И поэтому read.html возвращает не одну таблицу, а список таблиц. Но в данном случае это список, который состоит из единственной таблицы. Поэтому давайте мы с самого начала скажем, что у меня есть DataFrame. Давайте я просто здесь возьму первый элемент, добавлю здесь такие вот квадратные скобки. Ну, давайте, чтобы было видно, что здесь происходит, давайте как-нибудь разобью это на две строчки, что ли. Ну, вот, вроде теперь что-то похожее на правду. Давайте проверим, что колонки импортировались разумным образом. Значит, ну да, в целом вполне нормально. Значит, у нас есть колонка с идентификатором и названием станции. Но на самом деле, если посмотреть, что там есть в этих самых названиях, вот, например, ну, видно, что на самом деле это все одна и та же Москва-ВДНХ. Просто почему-то оно как-то странно закодировано время от времени. Какие-то буквы заменены на такие вопросы. Не знаю почему. То ли какая-то проблема с Unicode, то ли еще что-то. Но, в общем, на самом деле неважно. Главное, что мы убедились, что у нас все наблюдения относятся к одной и той же точке. И, в принципе, нам этот столбец Station.nm не особенно нужен. Давайте посмотрим на Station.id. Ну, тут вообще красота. Просто есть единственный идентификатор. Значит, действительно одна и та же станция, с которой мы снимали данные. А дальше у нас есть, собственно говоря, столбцы, которые нам совсем не нужны, и есть столбцы, которые нам нужны. Значит, давайте... Чего я хочу? Я хочу оставить столбцы с датой наблюдения. Хочу оставить вот эти вот столбцы с температурой максимально-минимально-средней. Ну, и давайте Precipation тоже пока оставим. Что такое вот эти вот Q и D, я вообще не очень понимаю. Давайте их грохнем от греха подальше. Собственно говоря... Можете на секунду наверх промотать, пожалуйста. Давайте, да. Вот. Собственно говоря, я мог бы сейчас написать что-нибудь в таком роде. Если я хочу оставить только столбцы, например, DateOps, TmpMax, TmpMin, TmpMin и Precip. Ну, в принципе, можно. Единственное, что я не очень люблю... В принципе, это окей. Это даже нормально. Как правило, я стараюсь делать так, чтобы у меня была одна ячейка, которая отвечает за считывание данных. И приведение их к какому-то более-менее нормальному виду, с которым я уже дальше могу работать. Ну, и, собственно говоря, можно было бы просто это все записать в виде вот такого одного длинненького выражения. Значит, как-нибудь вот так. Чего еще хочется сделать? Смотрите, значит, еще здесь видно, что тут есть какие-то строчки, в которых есть наны. И, собственно, если мы даже просто открывали эту самую нашу таблицу, видно, что действительно вначале ничего не заполнено, потом начинают быть заполнены TmpMin, а потом уже где-то вот здесь появляются уже все строчки заполненные. Ну, дальше, на самом деле, мы можем, например, просто убрать все строчки, в которых эти наны есть. Для этого можно использовать функцию DropIn, ну, и, собственно говоря, почему бы и нет. Давайте опять сразу вот сюда вот я это впишу. Пусть будет. Можно попросить, например, реагировать только на один столбец, если нам важно, что вот TmpMax. Да, смотрите, значит, во-первых, у DropIn есть вот этот вот параметр subset, он как раз показывает название колонок или не колонок, или наоборот. То есть, в принципе, DropNan может убирать строки, может убирать колонки. В данном случае он убирает строки, потому что по умолчанию Exis равняется 0, то есть работать по строкам. И субсет равняется none, говорит, что нужно смотреть на... Значит, ну вот у него... То есть если how равняется any, то это означает, что если хотя бы одно значение в наших колонках является none, то он соответствующую строчку уберет. И, соответственно, если вы хотите, чтобы он смотрел не на все колонки, а только на некоторые, можно передать вот этот вот субсет. Не помню, что такое трэш. Ну, понятно. Можно ему, например, сказать, что если есть там хотя бы три нано, то тогда удалять. Это немножко нетипичная история. Давайте теперь что-нибудь сделаем с этими данными. Давайте, прежде чем мы продолжим, давайте поймем вообще, насколько реалистичны эти данные. Давайте построим какой-нибудь график. Я хочу включить режим отображения графика прямо в ноутбуке. Ой, что-то я напечатался. И теперь можно, например, сделать вот такую вещь. Ну, не очень информативный график. Ну, давайте попробуем что-нибудь из этого графика достать. Ну, например, можно сказать, что мы хотим рисовать только один из этих графиков. У нас сейчас изображено здесь три графика, минимум, максимум, а даже четыре графика еще и персипейшн. Давайте оставим только, например, темп МН. Ну, тоже не очень такой читаемый график, ну, потому что на нем, на самом деле, огромное количество времени изображено, и годовые колебания здесь просто выглядят как вот такие вот ужасно быстрые. Давайте возьмем на какой-нибудь кусочек этого графика. Давайте, допустим, я возьму только первых, скажем, допустим, за один год. Ну, вот это уже что-то больше, более похоже на правду, да, это действительно похоже на график изменения температуры за один год. Это, видимо, лето, это, видимо, зима. Ну, можно попробовать взять не за один год, а, скажем, побольше, за 10 лет. Вот. Ну, и давайте, чтобы получить более красивую картинку, давайте еще добавим сюда какое-нибудь сглаживание. Допустим, я буду сглаживать по месяцу. Так. Он не хочет мне это все на одной картинке нарисовать? Если я хочу на одной картинке, почему он не хочет? Ну, ладно, сейчас сделаем. Matplot, leapplot. Ну, видимо, все не может, потому что там разное количество наблюдений, потому что в первом 10 лет, а во втором все. Ну, это как бы его не должно бы, по идее, смущать. Но давайте попробуем сделать так, чтобы было бы одинаково. Да, ну, вот график получается более симпатичным. Но давайте сейчас изобразим это все на одной картинке. Значит, мне для этого нужно сделать следующее. Значит, вот я сейчас использую библиотеку Matplot.lib. Давайте я сделаю, создам новую картинку. Ну, один из способов это сделать вот такой. fig.ax равняется splots. Это, в принципе, интерфейс, который позволяет создавать несколько картинок в одной. Но мы его сейчас используем для того, чтобы просто создать пустую картинку, а потом в этой картинке нарисовать все, что нам нужно. Значит, вот то место, в котором мы сейчас будем рисовать, оно называется exes. И нужно просто передать сюда этот параметр. Значит, вот эта функция, subplots, она возвращает два объекта. Первый объект – это сама по себе картинка, figure. А второй объект – это exes, на которых уже можно рисовать. И как раз вот здесь вот я говорю, что нужно нарисовать ровно на том самом exes, который я здесь создал. Ну, и, собственно говоря, вот здесь видно, что возникает как раз возникает вот такая вот сглаженная версия нашего графика. Ну, можно, в принципе, ее еще посглаживать. По 70 дней. Значит, ну, собственно говоря, что здесь происходит? Здесь вычисляется так называемая скользящая средняя. То есть вы просто берете такое окошко размером в 70 дней и вычисляете по нему средняя. Дальше вы сдвигаете это окошко на один день и снова вычисляете средняя. И получаете таким образом набор средних, которых будет, ну, примерно столько же, сколько исходных данных, но вот меньше на размер окошка. Ну, и, собственно говоря, сейчас видно, что если я увеличиваю вот этот вот размер окошка, то у меня вот этот график, он как бы сдвигается относительно исходного графика. Ну, это просто потому, что как бы вот в этой точке посчитана средняя по всему вот этому предшествующему промежутку. Можно его попросить, чтобы он бы считал бы, значит, чтобы он бы вот эту точку помещал бы не в конец этого отрезка, по которому он вычисляет среднее, а в середину этого отрезка. Значит, для этого у rolling надо, сейчас, дайте я посмотрю. Какие-то у нас параметры. Center. Center равняется true. Вот. Вот так вот довольно симпатичненько. Ну, и давайте, значит, здесь видны такие годовые колебания. Симпатичненько сглаженные. Давайте посмотрим. Можете напомнить, пожалуйста, можете напомнить, как подсказку вызывать документацию? Ну, вот сейчас DF rolling сделали. А то иногда вызывается, иногда нет. Да, значит, это правда, что она иногда вызывается, иногда нет. И это зависит от того, в какой мере питон понимает, к какому объекту вы сейчас применяете этот метод. То есть вот мне сейчас пришлось отдельно написать DF точка rolling, и потом вызвать подсказку с помощью shift-tap или shift-tap-tap. Можно несколько раз tap нажать, он будет выдавать все больше и больше. Окошко открывать. Но здесь важно, что он вот в этот момент понимает, что DF – это data frame. Поэтому он понимает, куда смотреть за подсказкой. Если, например, пытаюсь сделать то же самое вот здесь, то у него более сложная задача, и вот в данном случае он с ней не справляется, потому что он должен понять не просто, что DF – это data frame, но и то, что после применения к DF вот этого среза снова останется data frame, и от него будет браться вот этот rolling. Поэтому вот здесь эта подсказка не срабатывает, а здесь срабатывает. Другой способ – это просто сделать вот так, непосредственно написать название того класса, к которому вы будете применять этот метод. Так тоже сработает. На самом деле этот метод, он относится к вот этому классу, и в данном случае он просто понимает, что вот этот объект – это объект вот этого класса, просто потому, что этот объект уже в данный момент существует у нас в памяти. Вот. Окей. Илья, можно еще вопрос задать? Вот мы написали точку rolling, дальше поставили 120, и центры true. А еще раз, а вот зачем поставили, что центры должен быть равен true? Ну, значит, давайте я покажу. Вот без центра равняется true, а вот с центра равняется true. А что меняется математически? Ну, я вижу это отличие. Математически меняется ровно то же самое, что мы видим глазами. Что мы помещаем… Значит, вот здесь вот мы берем вот это окошко, вот такое, и помещаем… Ну, или на самом деле вот такое, да, у нас данные начинаются откуда-то отсюда. Значит, и точку, которая соответствует среднему, мы помещаем вот сюда. То есть, ну вот давайте я просто… А, все, все, я понял. Я понял. Спасибо. Просто, собственно говоря, этот rolling, это же… Значит, вот это вот вычисление средних, это же не какая-то история, связанная чисто с графиками. Это просто… Значит, он просто генерирует новый data frame. И, значит, вот давайте я возьму поменьше числа, 3, допустим, или 5. Вот здесь видно, что у нас первые четыре строчки будут нанами, ну, ровно потому, что у нас не существует окошко, которое бы имело бы размер 5 и заканчивалось бы в каждой из вот этих вот строчек. А вот пятое уже содержит значения. Соответственно, если я скажу, что я хочу… Center равняется true, то он просто сдвинет этот вот этот вот data frame так, чтобы первые нинановские значения появились бы выше. Ну, они появились бы в середине соответствующего окошка. Все понятно. Вот отсюда и плюс-минус две позиции. Ну, а на графике соответствует тому, что мы сдвинули просто. Вот. Давайте посмотрим на какой-нибудь… Давайте посмотрим на, допустим, весь… Значит, за все время. И давайте сделаем какое-нибудь усреднение вообще большое. Значит, это усреднение за год. Как мне, это среднегодовая температура. Давайте даже сделаем усреднение за 10 лет. И вот так не очень-то видно. Но можно… Мы ищем глобальное потепление. Да, можно сделать вот так. И вот мы его нашли. Это не было целью этого ресерча. Но, тем не менее, если вы хотите посмотреть на глобальное потепление, то выглядит оно примерно вот так. Дальше там можно обсуждать, в какой мере оно сейчас обратимо, в какой мере человек на это повлиял, или это какие-то естественные процессы и так далее. Но глобальное потепление выглядит примерно так. Ну, это, кстати, заметьте, что это до 2000 какого-то там, до 2006 года, что ли. Да, вот смотрите, кстати, про годы. Вот сейчас у меня по горизонтальной оси отложены какие-то целые числа. И это какая-то не очень информативная для нас величина. Ну, то есть, понятно, у нас есть какой-то стартовый день. И с матемической точки зрения на горизонтальной оси отмечать количество дней, пришедших с данного стартового, это как бы естественный способ мерить время. Но хотелось бы, чтобы здесь по горизонтальной оси было бы отмечено что-то более разумное. И, в принципе, у нас есть столбец вот такого date-ops. И хотелось бы как-то его задействовать. На самом деле, вот те данные, которые у нас есть, это, в принципе, такой временной ряд. У нас каждый момент времени соответствует несколько значений переменных. Но проблема в том, что сейчас Pandas невыльшим образом не знает о том, что это временной ряд. Собственно говоря, если вернуться к тому, чтобы посмотреть на дитайпы, то видно, что date-ops – это столбец типа object. То есть на самом деле это просто столбец, который состоит из строчек. Он не понимает, что в этих строчках написаны именно даты. И, в частности, иногда нам все-таки довольно часто хочется, чтобы он понимал, что даты – это даты. И давайте мы это сделаем для того, чтобы… Для того, чтобы превратить столбец из столбца строчек в столбец с типом даты-время, в Pandas есть специальная функция to date-time. Соответственно, вот сейчас я просто весь этот столбец… Ну, как бы я его сконвертировал, но я его никуда не записал. Но если я хочу его записать, ну, давайте я просто сразу вот так напишу. И теперь, если я посмотрю на дитайпс, видно, что столбец теперь имеет правильный формат. Более того, давайте даже теперь вот что сделаем. Смотрите, на самом деле у нас каждая строчка, она идентифицируется как раз названием как раз вот этой самой даты. То есть у нас одна строка – это один день. И поэтому было бы логично эту переменную date-ops сделать индексным. Получается вот такой вот датафрейм. Вообще очень миленький. Давайте я, может быть, сразу сейчас еще раз перепишу мой самый верхний код, в котором я эти данные собирал. Давайте я сделаю еще раз все преобразования сразу же запишу в одном месте. Да, вот смотрите, значит, если вы хотите добавить какую-нибудь переменную в датафрейм, то можно это делать вот таким образом, как я… Ну, и добавить или модифицировать. Можно это делать вот так. А можно использовать, вот если я хочу просто продолжать вот это вот последовательное применение методов, и если я хочу применить метод, который мне поменяет какой-нибудь столбец, то я могу использовать вот такую штуку, значит, метод assign. он возвращает новый датафрейм, в котором один или несколько столбцов либо поменялись, либо добавились. Значит, ну и самый простой способ это сделать, это сделать вот так вот через, опять же, лабда-функцию. Ну, может быть, выглядит немножко эзотерически, но… Ну, мне нравится такой синтаксис. Значит, вот здесь… Ну, как бы, почему я вот здесь вот не пишу… Почему я не могу написать daytop, сравняется там, df, что-то там? Ну, дело в том, что, ну, по идее, df создается только после того, как все вот это уже было выполнено. Да, то есть вот я не могу написать тут что-нибудь вот в таком стиле. Потому что вот к тому моменту, как он дойдет до выполнения вот этой строчки, никакого df еще не будет создано, или будет… Или если он будет в памяти, то это просто предыдущая его версия, не то, что мы хотим. Мы хотели бы… Ему комфортно? Ему комфортно то, что у вас с daytop просто так идет, без кивычек? Это ему комфортно, потому что он считает, что это… Ну, это просто именованный аргумент. assign принимает на вход несколько именованных аргументов, и он воспринимает название этих аргументов в качестве названия соответствующих столбцов. Но, опять же, это работает только в том случае, если названия столбцов являются корректными питоновскими идентификаторами, то есть там не содержит пробелов, что-нибудь в этом роде. Но с этим как раз проблем нет. Вот. А вот dev здесь написать нельзя. И чтобы сказать, с каким data frame работать, мне приходится здесь передавать лямбда-функцию, и он вызовет эту лямбда-функцию, и он ей передаст тот data frame, к которому этот метод применяется. То есть у нас весь этот код выполняется так, последовательно, с лево-направо. Вот. Сначала мы считали всю эту табличку, потом выбрали первый элемент, то есть первую табличку из нашей страницы, потом мы выбрали только нужные нам ячейки, потом мы грохнули все наны, и потом вот к тому, что получилось, мы применили вот этот вот assign, и он нам переделал date ops в date time. Ну и давайте здесь сразу же сделаем set index date ops. Давайте посмотрим, что получается. Чем хороши вот такие вот преобразования, такие последовательности преобразования, потому что они мне больше нравятся, чем, например, писать какие-нибудь вот такие вот штуки, или писать какие-нибудь вызовы методов in place равняется true, но тем, что здесь выполнение очень однозначное. То есть, например, вот эта вот ячейка, она обладает таким свойством, что ее сколько раз не запускают, и результат будет один и тот же. Такое свойство видом патентности. И когда вы работаете с Юпитером ноутбуками, становится очень, вам становится очень плохо, если у вас результат работы начинает сильно зависеть от того, в каком порядке вы ячейки выполняете. Ну, то есть он в какой-то мере всегда зависит, но, например, становится очень плохо, если вы не можете выполнить одну и ту же ячейку дважды, не рискуя что-то испортить. Потому что в целом работа с Юпитером ноутбуками, она так устроена, что вы постоянно возвращаетесь к какому-то коду, который написали выше, как-то его модифицируете, запускаете заново. В общем, хочется иметь возможность это делать, и вот такой подход, он как-то немножко упрощает. Давайте посмотрим, как у нас теперь наш датафрейм выглядит. Значит, смотрите, на самом деле, ну, во-первых, чего мы приобрели, сделав индексную колонку, во-первых, сделав ее частной датой временем, а во-вторых, перенеся эту колонку именно в индекс. Давайте просто запустим тот же код, который у нас уже был, но уже с новым датафреймом. Ну, смотрите, какая красота. Значит, он автоматически нам здесь пишет годы. Причем, если я попросил бы его нарисовать, например, скажем, вот так. Видно, что он подбирает то, насколько часто эти штуки рисовать. И если я, например, хочу нарисовать картинку на масштабе одного года, скажем, первый год выбрать, который у нас есть в данных, видите, он теперь уже знает про то, что бывают месяцы, про то, что месяцы там относятся к какому-то году. Ну, в общем, короче говоря, он все знает про эту дату, и он корректно использует эту информацию для того, чтобы разметить соответствующую ось. И это первая хорошая вещь, которую мы получили. Вторая вещь, которая нам тоже может быть полезна, это то, что мы теперь можем делать срезы по строкам, пользуясь тем, что это даты, и он понимает, что это даты. Например, вот так я могу получить все строчки. Окей, ладно, он там ругается. Значит, это, кстати, сейчас скажу про эту историю. Значит, вот мы сейчас сделали вот такую штуку, и он нам выдал все строчки, которые относятся к 1948 году. А вот так, например, можно сделать, допустим, 1950, 01. Все строчки, которые относятся к январю 1950 года. А как вы думаете, что будет, если я сделаю вот так? Вы видите одну строку? А вот и нет. Он выдаст сообщение об ошибке. А теперь вопрос, почему он выдал сообщение об ошибке, почему именно это? Какое он сообщение выдал? Ну, он выдал сообщение keyerror. Он говорит, что он не может найти такую штуку. Может, потому что вы ему дали ее как строчка? И тут я давал тоже как строчку. А, тут тоже. Это он понимает, что нужно строчки конвертировать в дату-время. Ну, на самом деле, то, что я сейчас показываю, оно, как видите, судя по этому варнингу, этот пример стремительно устаревает и правильно делает. Давайте поймем, что здесь произошло. Во-первых, почему вот эта штука не сработала? Ну, потому что, как я говорил, одиночные квадратные скобки, если вы им передаете одно значение, они воспринимают это значение как название столбца. Если бы мы хотели. Так, нет, не так она называется. Как она называется? Вот. Поэтому, когда я здесь передал вот такую штуку, он считает, что я передал название столбца и не находит такого столбца. А почему же тогда он вот здесь находил? Ну, дело в том, что он понимает, что вот такая дата не может соответствовать одному элементу. То есть она теоретически может, но по логике вещей это не один элемент, а это фактически срез. То есть вот такая вот неполная дата, она говорит, что мне нужны все строчки, которые относятся к вот этому месяцу, вот этого года. Поэтому она воспринимает вот эту штуку как срез. А если вы используете срез, используется просто обычной квадратной скобкой, то этот срез происходит по строкам. И это не очень последовательно, как видите, очень легко в этом месте напороться на некоторую проблему. И, как видите, разработчики Pandas тоже понимают, что это так, поэтому они отключают вот этот вот функционал. И теперь нужно будет использовать гораздо более однозначный синтаксис, то есть использовать .log. Надо сказать, что в этом месте у меня есть небольшой повод для гордости. в какой-то момент я, отвечая на чей-то вопрос на Stack Overflow, обнаружил, что вот это вот поведение, оно странненькое в некотором другом месте. Там тоже была некая непоследовательность, связанная с тем, как Pandas воспринимает, какие именно строчки считаются срезом, а какие считаются одиночной записью. И я даже написал некоторое исправление этого кода. Там буквально несколько символов нужно было поправить. Типа меньше заменить на меньше, либо равно. После этого нужно было обновить документацию, и там уже нужно было поправить не несколько символов, а гораздо больше текста написать. Ну, в общем, короче говоря, я сделал свой вклад в Pandas, и возможно, что после того, как они вот эту вот штуку исправят, этот вклад уже будет не иметь никакого значения, но вот какое-то время в Pandas работала примерно одна или две строчки, которые написал я. До сих пор этим горжусь. Но... Давайте поедем дальше. Ну, собственно говоря, кстати, срезы можно делать и такие. То есть если вы хотите, скажем, с 1950-го, 02-го, 03-го, ну, в общем, никто вам не мешает сделать что-нибудь в таком роде, это тоже будет прекрасным образом работать. Вот. Ну и вообще, Pandas, в принципе, умеет работать с временными рядами. у него... Тут есть какие-то специальные функции, которые там позволяют тоже считать какие-то средние, что-то такое. Я, честно говоря, уже даже не помню, уже не помню, как они работают. Ну ладно. Давайте вернемся к нашей исходной задачке. Значит, смотрите, чего я теперь хочу сделать. Я теперь хочу, например, взять какую-нибудь... Ну, давайте какую-нибудь конкретную температуру возьмем, допустим, вот эту вот TMPMN. И давайте посмотрим, значит, какую мы изначально гипотезу проверяли. Мы проверяли гипотезу такого типа, что если, допустим, март теплый, то апрель холодный, и наоборот. То есть между мартом и апрелем есть какая-то отрицательная корреляция. Ну, что мы теперь хотим? Мы хотим посчитать среднее по каждому месяцу, за каждый год, и посмотреть, правда ли, что эта корреляция существует. Но для того, чтобы посчитать среднее по каждому месяцу за каждый год, нам будет полезно сделать, например, такую вещь. Что дело в том, что у нас сейчас вот в этом индексе, который имеет специальный тип DateTimeIndex, то есть он понимает, что это не просто так индекс, а индекс, который состоит из даты и времени. У него есть, значит, можно вытаскивать от каждой даты, можно вытаскивать, например, номер месяца, или можно вытаскивать день. Ну, хорошо, день мне не нужен, а мне нужен месяц, мне нужен месяц и год. Давайте я сейчас сделаю вот что. Давайте я сейчас добавлю. Ладно. Давайте я по старинке буду писать. Значит, вот у меня есть месяц, и это просто DateTimeIndexMonth и DateTimeYear, это пусть будет DateTimeIndex и теперь я хочу, значит, чего я хочу сделать? Я хочу, во-первых, за каждый месяц и каждый год посчитать среднее, допустим, вот этой вот температуры. Ну, это можно по-разному делать. Во-первых, можно использовать можно использовать функцию PivotTable. Давайте попробуем. Значит, я хочу, например, чтобы у меня был по строчкам, скажем, по столбцам шли месяцы, по столбцам шли годы, значение бралось бы из, скажем, TMPMN. С 48-м годом как-то не очень удачно получается, там много каких-то нанов. Давайте грохнем в 48-м год. Вот так, например. Так, только на самом деле я хочу по-другому. Я хочу, чтобы у меня месяцы сейчас были бы переменными. То есть я хочу, чтобы месяцы у меня шли по столбцам, а годы шли наоборот по колонкам. Давайте сделаем так. Значит, индекс пусть будет year, а колумс пусть будет none. Вот. И теперь я хочу посчитать корреляцию. вот теперь у меня на пересечении месяца и года у меня стоит средняя температура в этот месяц, в этом году. И давайте посчитаем корреляцию. Значит, собственно говоря, вот этот самый метод Core, он считает корреляцию, всевозможные попарные корреляции между всеми переменными. То есть он считает, что у нас в каждом столбце записано, примерно идея такая, что мы думаем, что у нас в каждом столбце записана какая-то случайная величина, результаты генерирования случайных величин. И мы хотим найти корреляцию между этими случайными величинами. Мы хотим понять, правда ли, что когда одна большая, то другая тоже большая. И... по этой табличке не очень понятно. Давайте мы ее визуализируем как-нибудь. Давайте я ее назову, пусть она так и называется Core. Имшоу. Тоже ничего не понятно. Давайте сделаем... Ну, понятно, что... Сейчас, а вот 2-2 это... Ну, вот 1-1, 2-2 это откуда вообще берется? Вот эти вот штуки? Диагональ? Да, я просто сначала думал, что это будет как бы корреляться с самим собой. Да, корреляться с самим собой, она равна единице всегда. Да, а почему это с самим собой? Ну как, переменная 0 с переменной 0. Как скоррелировано... А, все, 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 я понял. Январь с январем. Так, давайте сделаем CMAP, допустим, Seismic. CMAP, он показывает, как преобразовывать чиселки в цвета. Это можно делать понятно по-разному, но давайте, значит, чтобы он мне нарисовал бы как именно он преобразовал. Вот сейчас не очень удачно, потому что сейчас у нас белый цвет, по идее, он должен был бы быть там, где 0, а он не там, где 0, совсем не там, где 0. Значит, чтобы сделать картинку симметричной, давайте мы здесь сделаем вот такую штуку. Это я показываю, что у меня минимальное значение вот в этом вот вот в этом вот CMAP должно быть минус единица, максимальная единица, а 0 должен быть в нуле. Ну и вот, собственно говоря, получается какая-то такая картинка. Давайте еще, чтобы она была более читаемой, давайте еще добавим, ну вот здесь сейчас номера месяцев, как-то не очень понятно написано, 0, 1, 2, 3. Давайте, я не знаю, наверное, есть какой-то более правильный способ это сделать, но я, кажется, умею только так. Январь, февраль, март, апрель, на июнь, юль, август. Скиньте эту строчку в чат зума, пожалуйста. Сейчас скину, да, сейчас напишу. Октябрь, ноябрь, декабрь, правильно? И давайте теперь сделаем вот так. Значит, вот эта вот штука ytix, она позволяет поставить вот в места, которые написаны вот здесь, поставить метки, которые написаны вот здесь. Кстати, мне интересно, он действительно с нуля считает? месяца. Дайте проверим. 12. сейчас что-то я не понимаю. может быть, он в месяц умеет считать единицы, но табличку, он как бы, ну, коэффициент корреляции он просто считал по столбцам, по строчкам, и там просто вписывал, как бы, ну, как локши-то, как локши-то, какая локши-то? Сейчас, то есть, видимо, он, когда считал корр, он вообще игнорировал, а, нет, здесь все хорошо, да, я понял, вот здесь вот он, вот здесь он учитывал, как месяцы называются, а в тот момент, когда мы делали вот это им-шоу, он перестал это учитывать и просто считал, начиная с нуля. То есть, он как бы игнорировал вот эти вот индексы, просто взял вот эту вот матричку и здесь считал, что нумерация с нуля, поэтому у меня здесь тоже получается нумерация с нуля. Ну, и давайте xtx тоже сделаем. Я ставлю вот эту точку с запятой, чтобы последняя выполненная команда была бы пустой командой, чтобы он не выдавал бы вот этих вот, вот этого вот большого списка, потому что результатом вот этого xtx является как бы список тех самых тиксов, которые он создал. Поэтому вот здесь нам Юпитеры в каком-то виде отображают, но нам они совершенно нижним образом не нужны, мы с ним больше ничего не будем делать. Вот. Ну, собственно говоря, вот получилась картиночка. Ну, и давайте посмотрим все-таки, что она нам говорит про корреляцию апреля с мартом. Ну, она говорит, что корреляция и есть, и при этом положительная. так что неправда, что если апрель теплый, то март холодный, наоборот. Зато здесь можно найти отрицательную корреляцию между маем и июнем, так что если хорошо поискать, то какое-нибудь подтверждение найдется. что немножко забавное, то есть, откуда берется какая-то очень заметная отрицательная корреляция между июнем и ноябрем. Я, честно говоря, не пытался проверить, есть ли такой эффект, например, в других городах, и в какой мере это действительно какой-то эффект, или это просто лицо какой-то случайности в наших данных. Ну, собственно говоря, когда у вас будет математическая статистика, если ее еще нет, у вас еще нет, у вас пока тервера нет. Ну, вот как раз сегодня мы говорили о том, что такое матрица корреляции вот этих вот. Вот, ну, в общем, короче говоря, когда у вас начнется проверка статистических гипотез и все такое прочее, вас как раз будут учить тому, как проверять, правда ли, что вы видите какой-то реальный эффект, или это результат какого-то просто какой-то случайности. Вот, здесь я совершенно не пытался ничего сказать про про это. Я не пытался проверить, правда ли, что здесь есть какой-то эффект. Точнее, я пытался и понял, что скорее нету, но может быть, может быть и есть. Не знаю, никакого окончательного решения не получил. Вот. Смотрите, вот мы же в начале лекции посмотрели, увидели, тренд, что у нас по годам есть потепление глобальное. Нам не нужно это как-то учесть здесь. Да, это очень хорошо. Это как раз ровно то, что я хотел, как раз вы буквально опередили мой вопрос. Действительно, вот эта положительная корреляция, которую мы видим, например, между мартом и апрелем, она может объясняться ровно так, что мы знаем, что есть, что есть вот это вот в среднем температура увеличивается. Поэтому это означает, что если мы видим, что у нас в каком-то году, допустим, март теплый, то это означает, что у нас больше шансов, что это будет год, который, ну, который позже, который ближе к нам. И просто за счет вот этого восходящего тренда мы получим, что в этом же году больше вероятность того, что апрель будет теплым. Поэтому вполне возможно, что вот эти положительные корреляции, которые мы тут наблюдаем, это просто результат этого глобального потепления, графика которого мы там в самом начале нарисовали. В принципе, можно было бы это учесть. То есть можно было бы скорректировать наши данные, вычесть как бы найти прямую, которая аппроксимирует вот этот вот тренд. Он, кстати, по крайней мере на этом графике он очень похож на то, что это просто как линейная штука. В общем, можно ее просто аппроксимировать линейной функцией и просто вычесть эту линейную функцию из наших данных. То есть как бы смотреть на данные не на то, как они есть, а на то, насколько сильно они отклоняются от этого тренда. И повторить все то же самое. Это, в принципе, вполне можно было бы сделать. Я даже когда-то такое делал. Картинка резко бледнеет, но какие-то керрицы по-прежнему есть, но возможно, что просто результат какого-то шума. вот такая вот картинка, на которой важно полюбоваться. Такой хит-мэп. Давайте покажу еще один способ, как можно было бы ее получить. Честно говоря, когда я это в первый раз показывал, я тогда еще не умел пользоваться вот этой функцией pivot table, и я действовал немножко по-другому. и я подумал, что ну окей, вот у меня есть я сейчас хочу посмотреть на среднее по каждому месяцу и каждому году. Ну давайте я воспользуюсь группировкой агрегирования для этого сделаю вот так. Значит, я сгруппирую, теперь посчитаю среднее. Вот смотрите, что при этом происходит. Значит, в результате вот такой группировки по нескольким переменам у меня возникает data frame, у которого индекс является так называемым мультииндексом. Что такое мультииндекс? Это такой индекс, который содержит несколько компонентов. Ну то есть представьте себе, что, допустим, у вас есть матрица, ее можно записать в виде таблички. Значит, можно записать матрицу в таком виде, допустим, один-один, а один-два, а два-два-два. Так, мультииндметрикс. А можно записать ту же самую табличку, информацию, которая содержится в этой же самой табличке, можно записать просто в виде вот такого вот столбца значений. но просто вот как бы вот у этого вектора у него есть две компоненты индекса. Первый компонент и вторая компонента. И здесь происходит что-то очень похожее. У нас теперь в индексе две компонента месяц и год. Давайте даже сделаем наоборот, пусть будет год и месяц. Хотя, не знаю, может быть, и так хорошо. Вообще мультииндексы это с одной стороны довольно изящная штука, с другой стороны она делает время от времени, она возникает в каких-то неожиданных местах и добавляет некоторое количество головной боли. Давайте посмотрим. Как бы это обозвать? мультииндексы деф. Заметьте, что индекс сейчас это не дата. Если я посмотрю на то, кто такой этот индекс, то видно, что индекс это, грубо говоря, просто набор кортежей. то есть у меня строчка идентифицируется кортежем из двух элементов. И в принципе можно дальше примерно так с этим и работать. То есть, например, я могу сделать, например, я могу получить, скажем, допустим, мне нужен 2000 год. Нет, не работает так, а вот так сработает. вот я получил, значит, взял кусок моей таблички, у которой первая компонента мультииндекса равна 2000. Могу взять и сделать... сейчас, кстати, вот так, наверное, не сработает. сработало. Вот так не сработает. Вот так. Вот так вообще ошибка синтаксиса. Вот так. Вот так сработало. Да, ну, то есть, видно, что когда я в качестве индекса по строчкам использую кортеж, ну, вот я получаю, что у меня строчка идентифицируется вот этим кортежем, а столбец идентифицируется с просто названием. Можете наверх показать, вот как вы 2000 вызывали? Да, да, просто локом. Ругается. А что там? Ну, надо смотреть. Говорит, ему говорят, ошибка 2000. Ошибка 2000. Вы уверены, что вы здесь квадратные скобки использовали? Да. Тогда не знаю, надо смотреть. Ладно. Вот. Там с этим мультииндексом можно делать всякие разные штуки. Например, можно превратить, допустим, вот так я превратил ту компоненту, которая относится к месяцу, я превратил в столбец. а вот так я мог наоборот превратить в столбец ту компоненту, которая относится к году. Кстати, индексы в пандасовских датафреймах не обязаны быть уникальными. И это с одной стороны хорошо, с другой стороны плохо. Ну, скажем так, если индексы предстают быть уникальными, то иногда возникает очень странная вещь. Например, вот обычно, когда вы передаете одно какое-то значение в log, то вы гарантированно получаете одну строчку. Но если у вас индексы повторяются, как здесь, то вы на выходе получаете не одну строчку, которая будет там pd-series, а вы получаете на выходе датафрейм, потому что у вас действительно есть много строчек с вот этим индексом. И некоторые функции в пандас просто ломаются при попытке работать с индексами, которые дублируются, в которых есть дублирующиеся значения. Как правило, следует стремиться к тому, чтобы индексы были бы уникальны, чтобы значения там были бы уникальны. Вот. Да, так вот. Значит, и, собственно говоря, давайте вернемся к нашему датафрейму. Значит, смотрите, если я теперь возьму, например, конкретный столбец, то вот здесь у меня возникает вот эта вот штука, это на самом деле series, но при этом это такой series, который за счет того, что у него индекс это мультииндекс, он на самом деле содержит информацию про табличку. И можно его превратить в табличку, для этого нужно использовать две функции. Одну из двух функций, я не помню, какую. То ли stack, то ли unstack. Наверное, unstack это была плохая идея. А, нет, хорошая. Да, собственно говоря, вот другой способ получить ту ту табличку, которую мы уже получили. Только почему-то довольно медленный. Значит, что делает unstack? Он преобразует один из уровней мультииндекса. То есть в данном случае у меня был, значит, у меня в мультииндексе есть уровень error и уровень man. Значит, когда я сделал unstack, он мне превратил вот этот внутренний, уровень мультииндекса, он мне превратил наоборот в название строчки. Точнее, наоборот, в название столбца. Собственно говоря, сейчас я его применил к series, но такая же функция есть и у dataframe. Собственно говоря, можно даже посмотреть, что будет происходить, если я его буду применять. Вот смотрите. Значит, у меня был dataframe, в котором были столбцы там, tempo max, tempo min и так далее, и был мультииндекс по строчкам. Значит, когда я сделал вот такой unstack, он мне превратил один из уровней мультииндекса, он мне превратил опять же в уровень в индексе в столбцах. То есть, раньше у меня месяц записывался по строчкам, теперь месяц записывается по столбцам, и теперь у меня столбцы имеют мультииндексный индекс. То есть, например, я могу теперь получить, вот если я, допустим, хочу получить, скажем, собственно говоря, вот так я могу сделать. Например, я хочу получить вот этот столбец. Значит, у этого столбца индекс такой, это кортеж tmpmax 1. Это даже работает, как ни странно. Вот. В общем, иногда такое бывает, что либо вам по существу нужно, либо какие-то пандасовские функции вам генерируют вот такие датафреймы с мультииндексами. Но этого не следует слишком сильно пугаться, но тоже нужно в какой-то момент почитать документацию и посмотреть на всякие примеры того, как это работает. Но в частности, вот эти вот функции stack-unstack иногда бывают тоже полезны. То есть, это как бы такой другой, другой, ну, немножко другие функции, но которые делают примерно то же самое, что pivot и melt. Значит, это был, я показывал, кого unstack, а stack, это наоборот обратная функция. Вот, например, после того, как я сделал stack, у меня теперь возник series, у которого мультииндекс уже имеет три компонента. Это, в общем, примерно то же самое, что если бы я сделал бы мультииндекс, если бы я сделал мультииндекс. Собственно говоря, я могу теперь превратить вот этот series, я могу превратить в dataframe, мультииндекс, а теперь я могу сделать reset-индекс. Ну, и теперь, если я попеременовываю столбцы, то получится примерно то же самое, что было бы, если бы я сделал мелод. Вот. Ну, и, собственно говоря, это ответ на вопрос о том, есть ли в Pandas какие-то структуры, которые имеют, ну, которые выглядят не как таблички, а как что-то похожее на панельные данные, когда у вас есть не просто строчки столбцы, а есть больше измерений. Ну, вот ответ такой, что и да, и нет. Сейчас считается, что вместо того, чтобы добавлять новые измерения и создавать какие-то новые объекты, вы просто добавляете новые компоненты в мультииндекс и пользуетесь тем, что получилось. Вот. Значит, ну, вот такая вот история. Есть ли какие-нибудь вопросы? А вы это все правда помните? Ну, все вот эти вот методы просто, ну, очень странно. Как-то с ними разобраться? Ну, первый раз я прочитал вот лекцию примерно с таким содержанием в 2014 году. с тех пор прошло 8 лет. Нет, не 8, 6 лет. Нет, 8 лет. 8 лет? 8 лет. Ну, да, запомнил. Если этим постоянно пользоваться, то что-то удается запомнить. Но, опять же, как правило, ну, окей, я просто реально вот конкретно этот сюжет я много раз рассказывал. Но буквально недавно я задавал некоторый вопрос на Stack Overflow, ответом на который была буквально одна строчка с использованием функции, с использованием метода то ли Stack, то ли Unstack. Но я совершенно, я просто не подумал, что конкретно в этой ситуации нужно применить эту функцию. Вот, так что, в общем, с одной стороны помню, с другой стороны не все помню. Да, да, именно так. Вот. Давайте еще вопросы. Как у нас серб...